Главными героями этого морозного утра стали обычные одинцовские дворники. Уже на подходе к дому становится ясно, кто здесь убирает. Человек ответственный и аккуратный или ленивый. Правда, частенько качественной уборке снега мешаем мы сами, оставляя свои автомобили на тротуарах. Вот сейчас посмотреть, выспятся, часов один, свои идут, которые сейчас пойдут. Сейчас вот это, у меня все отбито до асфальта, все дорожки, все. Сейчас опять мне пьяк-пьяк туда и все. Иду по второму раз очищу. Некоторые автомобили иногда месяцами стоят без движения и мешают не только дворникам, но и спецтехнике. 50% вопросов – это к очистке внутриквартальных дорог. Недостаточно прочищаются, недостаточно… Есть возможность людям и парковать сегодня машины, хотя много вопросов и к самим парковщикам, к владельцам автомобилей, потому что много от них зависит. Ну, во-первых, прежде всего, если машина стоит 2 или 3 месяца, значит, никто из владельцев не подходит и не очищает вокруг машины, где она стоит, потому что невозможно проехать техники, если стоит автомобиль. Техника боится задеть, боится подъехать водитель, потому что он потом будет отвечать. Поэтому у меня просьба к владельцам автомобилей, наверное, все-таки повнимательнее относиться к тому месту, где они паркуют автомобиль, потому что рядом с ними также живут люди, также ставят автомобили. Есть службы, которые очищают эти дороги внутриквартальные. Поэтому необходимо и самим иногда выходить, и очищать тот снег, который ложится вокруг автомобиля, если они долго не ездят. Способ борьбы с гололедом сегодня один – соль. Как выяснил мэр, хватает ее не везде. Кое-где запасы уже на исходе, надо пополнить. До конца зимы еще далеко. По указанию Александра Гусева коммунальщики должны будут почистить придомовые территории от лишних растений. Иначе весной из-за них может порвать отмостки и затопить подвалы. Вокруг отмостки или на самой отмостке не вырубали, не вырывали ростки, которые начинали расти? Нет, сейчас начинаем вырубать. Все надо вырубать. Все. Около отмостки надо все вырубать и даже и не думать, кто за, кто против. А кто потом будет дом восстанавливать? Вот те, кто против, что ли, они деньги дадут на восстановление? Мэр города дал поручение сотрудникам администрации просчитать возможность организации сразу нескольких дополнительных автостоянок. Зимой, когда условия парковки осложняются, их нехватка сказывается сильнее. До кадастро посмотреть, если наша земля есть, то ее расширять. И мы тогда вот эти машины с этой стороны на ту сторону уберем. И все, им будет нормально, чистить будем. А там как стоянка будет. На улице Северной местные жители пожаловались на расплодившихся бродячих собак. И хотя эта проблема не была напрямую связана с обходом, Александр Гусев дал необходимое поручение. На Новоселовой в парке вот здесь очень много сейчас развелось бездомных диких собак. Они ходят с таями, они набрасываются, при мне набросились на ребенка, набрасываются на мою собаку, вот такие огромные. Если ты любитель собак, ну возьми эту бродячих. Возьми, нет. Домой повеси ошейничек, заходи домой, выгуливай, на мордник, если она злючая такая. Да, но я уже не говорю о хозяевах, которые ходят без поводка с большими собаками, но эти хоть как-то подконтрольные. А эти они бесконтрольные, потом они грязные. Дети везде, они шляются по детским площадкам и так далее. Вот, пожалуйста. В пятницу завтра. Ну, в пятницу завтра. Страшная вещь, страшно выходить на улицу. Нарекание мэра вызвало состояние дорог у некоторых торговых предприятий. Рядом с ними не то, что проехать. Пройти иногда очень сложно. Есть торговые точки нормальные, которые и скол оббивают весь лед, снег, очищают, метут вокруг своих предприятий. Мусора нет, а есть, ну просто ужасающие. Я сегодня направил тоже своих сотрудников для того, чтобы оштрафовать эти торговые точки. Потому что подойти невозможно. Как они думают торговать, чтобы люди туда заходили и вопросов не задавали, я просто не представляю. И еще одна проблема, возникшая после обильных снегопадов. На крышах нескольких пятиэтажек выросли огромные сосульки. Мэр дал коммунальщикам сутки на то, чтобы их убрать. Огромные просто сосульки, которые спускаются на два и более метров. Ну вот начальник дома управления заверила, что завтра этих сосулек не будет. Посмотрим, если этих сосулек не будем, ну тогда одни меры взыскания. А если эти сосульки останутся до завтрашнего дня, значит тогда лишим премии ее. Действительно, уже на следующий день, в пятницу, сосулек на крышах не было. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания Одинцова.